Неестественный отбор. Американская кинакадемия представила новые требования для претендентов на Оскар. Чтобы завоевать статуэтку, просто быть талантливым уже недостаточно. Лучший фильм теперь тот, в котором поддерживается гендерно-расовое разнообразие. Так, треть актерского состава должна быть представителями сексуальных меньшинств. Или хотя бы один из исполнителей главных ролей не белым. В новых стандартах разбирался Павел Прокопенко. Четыре критерия, из которых два обязательны. Первое. Актерский состав. Так, по меньшей мере, один из артистов, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В случае, если достичь этого невозможно, 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. Отдельным пунктом вынесен весь творческий и технический персонал, к составу которого применяются аналогичные требования. Продюсеры, режиссеры, сценаристы, композиторы, гримеры, костюмеры и далее по списку. Кроме того, новые правила распространяются на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. Четвертый пункт – обязательное привлечение к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных гендерно-расовых групп. Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей. Нет расизму, феминизму, гендерному ущемлению. Лозунги с улиц теперь и в искусстве в обязательном порядке. Голливуд бурлит. Выполнить эти требования так просто? И что, каждый фильм, номинированный в последние годы, соответствует этим требованиям? Это позор для артистов всего мира. Вы можете представить, чтобы кто-то указывал Пикассо, что должно быть на его картинах? Люди, вы сошли с ума. Десять негритят Агаты Кристи во Франции теперь называются «Их было десять». Олимпия Эдуара Мане на одной из выставок превратилась в Лауру. Все делается в угоду острым социальным запросам, реагирует и киноиндустрия. После угрозы бойкота премии «Оскар» на чернокожих артистов буквально посыпались статуэтки. Особо дотошные даже подсчитали, сколько статуэток получали мужчины и женщины за все время существования премии. Результат, не в пользу слабого пола, рассматривался как дискриминация. Кинофестиваль «Герлинали» объявил о том, что с 2021 года не будут вручаться призы за лучшую мужскую и женскую роли. Останутся две номинации – лучшая главная роль и лучшая роль второго плана. Это уже вопрос о перевоплощениях на экране. Все громче звучит осуждение общества, когда артист не соответствует герою по расе или гендерной принадлежности. В истории кино никогда подобного не было. Кино всегда было свободной территорией, независимой от гендерных, этнических и сексуальных предпочтений. На мой взгляд, американская киноакадемия слегка повредилась умом. Эти требования, безусловно, невыполнимы, но как вы будете проверять сексуальную ориентацию? Волны протестов докатились даже до самого консервативного жанра. Американцы потребовали у Метрополитен-оперы извинений за так называемый «блэкфейс» – пародирование чернокожих. В спектакле «Аида» при создании образа эфиопской рабыни для белокожих певиц используется грим. Не устоял перед новой цензурой и «Оскар». Теперь, чтобы получить заветную статуэтку, недостаточно снять просто хороший фильм. В первую очередь, нужно подумать о различных социальных меньшинствах, мнение которых становится большинством. Такое кино. Павел Прокопенко, Мария Митушева, Владимир Хуртин, ТВ-Центр.